Рорик Фрисландский и официальная версия Рорик Фрисландский, Рориков Дорестад, был датским викингом, правившим частями Фризии между 841 и 873 годами, завоевав Дорестад и Утрихт в 850 году. Рорик заключил вассальный союз с Людовиком Немецким в 873 году. Он родился в Дании около 800 года и умер в период между 873 и 882 годами. Рорик был одним из наиболее успешных датских канунгов, союзных с Каролингами. Он упоминается во франкских хрониках как правитель Дорестада и ряда Фриских земель в 841-873 годы. В ксантинских аналах к нему прилагается прозвище «Язва христианства». Родословные связи Рорика не вполне ясны. Считают, что он принадлежал к династии Эскьольдунгов, правившей в Хидебю. Его дядей, по другим источникам братом, считают, ютландского канунга Харальда Клака. Считают, что он был изгнан из Ютландии вместе со своим дядей, старшим братом, Харальдом. Вместе они жили грабежом Фриских берегов. Они выступили на стороне лотаря против его отца Людовика Ай Благочестивого, 841, а после смерти Людовика были вознаграждены уделами в земле Фрисов. В начале 840-х годов резиденцией Рорика служил остров Веринген, название которого может переводиться со славяно-германа латинских помиссий как «Родина верных» или «Варяжская родина», а его дядя, брат, обосновался на Вальхерине. Богатый город Дорестад, похоже, находился в их совместном владении. После заключения с братьями вердинского мира, 843, лотарь, по-видимому, избавился от необходимости поддерживать союз с обосновавшимися в Дорестаде варягами. В 844 году Рорик с дядей, братом, были предательски схвачены и заключены в тюрьму, где Харальд скончался, по другим сведениям он прожил до 852 года. Рорик бежал из заточения во владение Людовика Немецкого и после нескольких лет, проведенных в земле сексов, принялся опустошить пиратскими набегами северные берега лотаревой державы. Рорик Палапский официальная версия. Ксантинские анналы, которые писались современниками событий, упоминают Рорика как князя Вендов под 845 годом, на следующий год после гибели князя Гастимусла. Ксантинские анналы сохранились в трех рукописях. Старейшая из них – кодекс Тайберерс Секса из Каттоновской коллекции Британской библиотеки в Лондоне. Этот кодекс составлен в 15 веке в утрихте из остатков различных, возможно уже сильно поврежденных к тому времени рукописей и содержит материалы исторического характера. На основе данных полиографии делается вывод, что дошедший до нас текст ксантинских анналов был скопирован в 11 веке. В начале 18 столетия, на фоне укрепления русско-мекленбургских взаимоотношений, сложилась историческая традиция, выводящая происхождение князя Рюрика, основателя древнерусского государства, от князя Абадритов Годлиба, Годелаева, убитого в 808 году данными. После его смерти сыновья Годлиба, Рюрик, Севар и Трувор, потеряли надежду получить власть и отправились в восточные земли. Первые сведения этого рода были опубликованы в 1708 году и Оганном Хюбнером, который ссылался на некий манускрипт 1418 года. Обычно эти сведения считаются молодостоверными. Рорик русская официальная версия. Рюрик, Рурик, был канунгом правившим варягами и имевший древние династические права князя всех рутинов. Согласно летописям, он был приглашен править Русью и ее вассальными владениями в 862 году. Его происхождение связывают с варягами, викингами, но считают неустановленным. После установления своей власти в Новгороде, Рюрик расширил свои владения до смерти в 879 году. Рюрик был основателем династии Рюриковичей, которая правила Киевской Русью и ее княжествами. С Рюриком упоминают его братьев Синеуса и Трувора. Вместе они основали государство, ставшее известным как Киевская Русь. Официальная трактовка истории знает и рассказывает все эти сведения, но намеренно разделяет их на три отдельные биографии разных фантомных правителей, при том, что описывают они части единой биографии, одного человека, великого князя Рюрика. Рорик Фрисланский и официальная версия. Рорик Фрисланский, Рориков Дорестад, был датским викингом, правившим частями Фризии между 841 и 873 годами, завоевав Дорестад и Утрихт в 850 году. Рорик заключил вассальный союз с Людовиком Немецким в 873 году. Он родился в Дании около 800 года и умер в период между 873 и 882 годами. Рорик был одним из наиболее успешных датских канунгов, союзных с Каролингами. Он упоминается во франкских хрониках как правитель Дорестада и ряда фрисских земель в 841-873 годы. В ксантинских аналах к нему прилагается прозвище «Язва христианства». Родословные связи Рорика не вполне ясны. Считают, что он принадлежал к династии эскьёльдунгов, правившей в Хидебю. Его дядей, по другим источникам братом, считают, ютландского канунга Харальда Клака. Считают, что он был изгнан из Ютландии вместе со своим дядей, старшим братом, Харальдом. Вместе они жили грабежом фрисских берегов. Они выступили на стороне лотаря против его отца Людовика Ай Благочестивого, 841, а после смерти Людовика были вознаграждены уделами в земле фризов. В начале 840-х годов резиденцией Рорика служил остров Веринген, название которого может переводиться со славяно-германо-латинских помесей как «Родина верных» или «Варяжская родина», а его дядя, брат, обосновался на Вальхерине. Богатый город Дорестат, похоже, находился в их совместном владении. После заключения с братьями вердинского мира, 843, лотарь, по-видимому, избавился от необходимости поддерживать союз с обосновавшимися в Дорестаде варягами. В 844 году Рорик с дядей, братом, были предательски схвачены и заключены в тюрьму, где Харальд скончался, по другим сведениям он прожил до 852 года. Рорик бежал из заточения во владение Людовика Немецкого и после нескольких лет, проведенных в земле сексов, принялся опустошить пиратскими набегами северные берега Лотаревой державы. Рорик Палапский официальная версия. Ксантинские анналы, которые писались современниками событий, упоминают Рорика как князя Вендов под 845 годом, на следующий год после гибели князя Гастимусла. Ксантинские анналы сохранились в трех рукописях. Старейшая из них – кодекс Тайберерс Секса из Каттоновской коллекции Британской библиотеки в Лондоне. Этот кодекс составлен в 15 веке в утрихте из остатков различных, возможно уже сильно поврежденных к тому времени рукописей и содержит материалы исторического характера. На основе данных полиографии делается вывод, что дошедший до нас текст ксантинских анналов был скопирован в 11 веке. В начале 18 столетия, на фоне укрепления русско-мекленбургских взаимоотношений, сложилась историческая традиция, выводящая происхождение князя Рюрика, основателя древнерусского государства, от князя Абадритов Годлиба, Годелаева, убитого в 808 году данными. После его смерти сыновья Годлиба, Рюрик, Севар и Трувор, потеряли надежду получить власть и отправились в Восточные земли. Первые сведения этого рода были опубликованы в 1708 году Иоганном Хюбнером, который ссылался на некий манускрипт 1418 года. Обычно эти сведения считаются молодостоверными. Рорик русская официальная версия. Рюрик, Рурик, был канунгом правившим варягами и имевший древние династические права князя всех рутинов. Согласно летописям, он был приглашен править Русью и ее вассальными владениями в 862 году. Его происхождение связывают с варягами, викингами, но считают неустановленным. После установления своей власти в Новгороде, Рюрик расширил свои владения до смерти в 879 году. Рюрик был основателем династии Рюриковичей, которая правила Киевской Русью и ее княжествами. С Рюриком упоминают его братьев Синеуса и Трувора. Вместе они основали государство, ставшее известным как Киевская Русь. Официальная трактовка истории знает и рассказывает все эти сведения, но намеренно разделяет их на три отдельные биографии разных фантомных правителей, при том, что описывают они части единой биографии, одного человека, великого князя Рюрика. Рорик Фрисланский и официальная версия. Рорик Фрисланский, Рориков Дорестад, был датским викингом, правившим частями Фризии между 841 и 873 годами, завоевав Дорестад и Утрихт в 850 году. Рорик заключил вассальный союз с Людовиком Немецким в 873 году. Он родился в Дании около 800 года и умер в период между 873 и 882 годами. Рорик был одним из наиболее успешных датских канунгов, союзных с Каролингами. Он упоминается во франкских хрониках как правитель Дорестада и ряда фриских земель в 841-873 годы. В ксантинских аналах к нему прилагается прозвище «Язва христианства». Родословные связи Рорика не вполне ясны. Считают, что он принадлежал к династии Эскьольдунгов, правившей в Хидыбю. Его дядей, по другим источникам братом, считают, ютландского канунга Харальда Клака. Считают, что он был изгнан из Ютландии вместе со своим дядей, старшим братом, Харальдом. Вместе они жили грабежом фриских берегов. Они выступили на стороне лотаря против его отца Людовика Ай Благочестивого, 841, а после смерти Людовика были вознаграждены уделами в земле фризов. В начале 840-х годов резиденцией Рорика служил остров Веринген, название которого может переводиться со славяно-германа латинских помесей как «Родина верных» или «Варяжская родина», а его дядя, брат, обосновался на Вальхерине. Богатый город Дорестат, похоже, находился в их совместном владении. После заключения с братьями вердинского мира, 843, лотарь, по-видимому, избавился от необходимости поддерживать союз с обосновавшимися в Дорестаде варягами. В 844 году Рорик с дядей, братом, были предательски схвачены и заключены в тюрьму, где Харальд скончался, по другим сведениям он прожил до 852 года. Рорик бежал из заточения во владение Людовика Немецкого и после нескольких лет, проведенных в земле сексов, принялся опустошить пиратскими набегами северные берега лотаревой державы. Рорик Палапский официальная версия. Ксантинские анналы, которые писались современниками событий, упоминают Рорика как князя Вендов под 845 годом, на следующий год после гибели князя Гастимусла. Ксантинские анналы сохранились в трех рукописях. Старейшая из них – кодекс Тайберерс Секса из Каттоновской коллекции Британской библиотеки в Лондоне. Этот кодекс составлен в 15 веке в Утрихте из остатков различных, возможно уже сильно поврежденных к тому времени рукописей и содержит материалы исторического характера. На основе данных полиографии делается вывод, что дошедший до нас текст ксантинских анналов был скопирован в 11 веке. В начале 18 столетия, на фоне укрепления русско-мекленбургских взаимоотношений, сложилась историческая традиция, выводящая происхождение князя Рюрика, основателя древнерусского государства, от князя Абадритов Годлиба, Годелаева, убитого в 808 году данными. После его смерти сыновья Годлиба, Рюрик, Севар и Трувор, потеряли надежду получить власть и отправились в восточные земли. Первые сведения этого рода были опубликованы в 1708 году Иоганном Хюбнером, который ссылался на некий манускрипт 1418 года. Обычно эти сведения считаются молодостоверными. Рорик – русская официальная версия. Рюрик, Рурик, был канунгом правившим варягами и имевший древние династические права князя всех рутинов. Согласно летописям, он был приглашен править Русью и ее вассальными владениями в 862 году. Его происхождение связывают с варягами, викингами, но считают неустановленным. После установления своей власти в Новгороде, Рюрик расширил свои владения до смерти в 879 году. Рюрик был основателем династии Рюриковичей, которая правила Киевской Русью и ее княжествами. С Рюриком упоминают его братьев Синнеуса и Трувора. Вместе они основали государство, ставшее известным как Киевская Русь. Официальная трактовка истории знает и рассказывает все эти сведения, но намеренно разделяет их на три отдельные биографии разных фантомных правителей, при том, что описывают они части единой биографии одного человека, великого князя Рюрика. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова